В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Индексация платы за содержание жилого помещения и жеребьёвка земельных участков под индивидуальное строительство. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании думских комитетов. На страже рубежей Родины 28 мая отмечается День пограничника. Саровскому отделению общероссийской организации Дети войны исполнилось 5 лет. Далее расскажем обо всём подробно. В конце года планируется жеребьёвка 31 земельного участка под индивидуальное жилое строительство для многодетных семей на улице Западной. На Нижегородской улице выделено 72 участка. Их жеребьёвку проведут уже в следующем году. Об этом депутатам доложили представители администрации на очередном заседании думских комитетов. Также в повестку снова был включён вопрос об индексации платы за содержание жилого помещения. Речь идёт о тарифе для нанимателей жилья по договору социального найма и для тех, кто не определились с выбором управляющей компании, и решением собственников самостоятельно не установили размер тарифа. Уже в третий раз в течение недели депутаты обсуждают вопрос индексации платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилья по договору социального найма и для тех, кто не определились с выбором управляющей компании и решением собственников самостоятельно не установили размер тарифа. В прошлом году этот тариф не менялся. И в этом году с 1 июля администрация предлагает увеличить его на индекс потребительских цен, то есть на 4,3%. На двух прошлых заседаниях депутаты инициативу не поддержали. В этот раз единого решения также не было. Как объяснила Людмила Колотухина, управляющие компании должны сами выходить к собственникам с точными расчётами своих затрат и стоимости услуг для каждого дома. После того, как управляющая компания эти расчёты представляет собственникам, собственники помещений на общем собрании утверждают перечень размера оплаты на содержание ремонта, срок действия управления договором и порядок индексации. Именно в этом договоре регулируются все эти вопросы, а не нами. Яркий пример самостоятельно установленного тарифа – дом на Шверника 15Б. Уже два года у собственников заключён прямой договор с центром ЖКХ, в результате чего за содержание общедомового имущества они платят на треть меньше, чем остальные. Средний тариф сегодня – 38 рублей 88 копеек за квадратный метр. На Шверника 15Б – 26,60. Если они готовы за 26,60 обслужить дом, то с этими услугами, да? И 32, 39,22 не надо. И это ещё не предел. Можно ещё снижать. Однако в департаменте городского хозяйства парировали, заявив, что это было вынужденное снижение тарифа. Возможно, даже ущерб управляющей компании. Поэтому равняться на обозначенные цифры нельзя. Деппинг цен идёт для того, чтобы удержать рынок. Да, какие-то объекты принимаются в убыток, но для того, чтобы удержать рынок. Иначе ты потеряешь объекты, ты потеряешь бизнес, ты разоришься в конце концов. Это рыночное отношение. Это рынок, Сергей Иванович. И вот эти отношения, это рыночные отношения. И не вам, не нам здесь сидящих. Делать на этих рыночных отношениях совершенно нечего вообще. Впрочем, некоторые народные избранники пришли к решению, что установленный тариф не отменяет право собственников вместе с управляющей компанией пересмотреть его размер. Более того, повышение стоимости может стимулировать жильцов проявлять большую активность проведения общедомовых собраний и взаимодействия с управляющими организациями. Если мы утверждаем эти вещи, никто не мешает собственникам перейти на свои расценки. Ну чего никто не мешает. Ну что, спокойно и так далее. Вот паук, который надо тиражировать. Вопрос вынесли на ближайшее заседание Думы. Судьбу тарифа решит голосование депутатов уже в ближайший четверг, 30 мая. Водитель автомобиля отечественной марки сбил школьника на велосипеде. Авария произошла на улице Московской. Ребенок находился на улице без сопровождения взрослых. В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга и ушибы. После осмотра врачами велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение. Стражи дорог проводят административное расследование по факту аварии. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Утренний час пика – серьезная авария на пересечении проспекта Музруква и проспекта Мира. Спустя неделю после нашумевшего ДТП стали известны официальные подробности происшествия. При перестроении водитель иномарки не уступил дорогу другому автомобилю иностранного производства. После столкновения СИАД выехал на полосу встречного движения, где наехал на препятствие. А далее столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Деоматис, которую управляла водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водитель Деоматис получил телесные повреждения в виде ушиба передней поверхности грудной клетки. Такие травмы при сильном столкновении чаще всего получают водители и пассажиры, пристегнутые ремнем безопасности. К счастью, здоровью женщины ничего не угрожало и госпитализации не потребовалось. Водителю автомобиля марки СИАД повезло меньше. Получил телесные повреждения в виде СГМ и также ушиба передней поверхности грудной клетки. И после осмотра врачом госпитализирован в хирургическое отделение КБ-50. А сотрудники уголовного розыска ищут саровчанку, которая занималась туристическим бизнесом и решила навариться на желающих провести отпуск в теплых краях. Женщина была посредником между несколькими туроператорами и потенциальными клиентами. Как выяснилось, она брала предоплату за путевку, но своих договорных обязательств перед людьми не исполняла. В настоящее время с сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия по установлению местонахождения в городе Матвееве и установлены причины неуполнения договорных обязательств. В полицию поступило уже семь заявлений от саровчан, пострадавших от рук турагента. Все, кто также имел опыт общения с нечистым на руку представителям туристического бизнеса и лишился своих денег, просят обращаться в дежурную часть УВД. Для того, чтобы проинформировать саровчан о способах незаконных финансовых операций, полицейские проведут очередную профилактическую акцию. В рамках данных мероприятий сотрудники Международного управления внутренних дел по заданию Саров будут обходить жилой сектор и проводить разъяснительные беседы с жителями города Саров как коммунистария с жертвой мошенничества. По линии ГИБДД на этой неделе пройдут акции «Береги пешехода и нетрезвый водитель». Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России проверило готовность детских оздоровительных учреждений к летней кампании. По результатам экспертизы, три загородных лагеря и 16 городских лагерей с дневным пребыванием получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии правилам. В оздоровительных учреждениях всех типов проведена обработка от грызунов, клещей и других носителей опасных инфекций. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выпускной бал в Сарове пройдет в пятницу 28 июня. Об этом сообщили в Департаменте образования. Праздник по традиции начнется на площади Ленина. В этом году со школой попрощаются почти 500 ребят. Выпускникам вручат аттестаты, а медалистам ждет торжественный прием в администрации. У юных саровчан есть возможность попасть в Международный детский центр «Артек». На смену с 17 октября по 7 ноября приглашаются юноши, которые в сентябре этого года перейдут в пятый класс. Конкурсный отбор продлится до 22 июля. От участников требуется предоставить портфолио с указанием грамот, дипломов, наград и иных достижений. Более подробную информацию можно получить по телефону 990-62. 15 и 16 июня на стадионе «Авангард» пройдет турнир по спортивному пейнтболу «Ядерный удар-2019». К участию приглашаются команды в составе работников подразделений Рафиатснеев, а также неработающих пенсионеров, имеющих право выступать за подразделение последнего места работы в ядерном центре. Турнир пройдет по круговой схеме. Защитную маску, форму, перчатки, маркеры и шары предоставят организаторы. 28 мая в нашей стране отмечается День пограничных войск. 101 год назад декрет Совета народных комиссаров учредил пограничную охрану границы РСФСР. Но официально этот праздник был установлен в 1958 году и широко отмечается по сей день. Сегодня службу по охрану рубежей нашей Родины несут и в зоне вечной мерзлоты, и в пустынях, на суше и на море. Торжественные мероприятия, посвященные Дню пограничника, прошли и в нашем городе. Праздник погранвойск начался с торжественного митинга у фонтана на проспекте Мира. Тех, кто нес службу, защищая границы нашей Родины, поздравили представители Думы, администрации, Советы ветеранов и воинской части. Затем юбиляры активисты Саровской общественной организации и ветеранов пограничной службы получили памятные медали. Среди награжденных – Роберт Бармасов. Семь лет своей жизни он отдал службе в погранвойсках на Балтике и Черном море. Служба сама с собой шла все время на линии границы. А так помогали спасать людей. Задерживали иногда пловцов, любителей, которые за границу, рыбаков, особенно турецкие. Турки любили в наших водах ловить рыбу. Каждый пограничник может рассказать интересные истории, которые происходили во время службы. Роберт Аркадьевич вспоминал, что однажды американский транспорт ушел без санитарного досмотра, и советские корабли отправились на его задержание. Из-за этого был международный скандал, между прочим. Он ушел без разрешения, а из нейтральных вод передал по громкой связи, то есть на все станции, что его обстреляли советские пограничные корабли. Я помню, дело дошло до Хрущева, комиссии, приезжали, все разбирали. Сегодня организация ветеранов погранвойск насчитывает 56 участников. Для каждого из них и того, кто служил много лет назад, и того, кто вернулся домой недавно, сегодняшняя дата – это не только повод собраться вместе и наметить планы на будущее, но и рассказать о себе тем, кто не знаком с их службой. Просто мы чтим, соблюдаем и стараемся сохранить традиции и обычаи пограничных войск. И своим примером, своей работой. После торжественного митинга ветераны пограничных войск возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы почтить память тех, кто не вернулся со службы и погиб, исполняя свой долг. Они знают, что такое голод, холод, бомбежки и безотцовщина. Великая Отечественная война отняла у них детство и заставила встать на восстановление страны наравне со взрослыми. Дети войны – это особое поколение. Война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой стороны. В этом году Саровское отделение общероссийской организации «Дети войны» отметило пятилетие со дня образования. Отделение общественной организации «Дети войны» появилось в Сарове гораздо раньше, чем в столице региона. В мае 2014 года пенсионеры с 28 по 45 годы рождения решили присоединиться к общероссийскому движению. Областное управление появилось только через два года. Сегодня отделение существует в 49 районах области. Конечно, работают не все, скажем, с одинаковой отдачей, эффективностью. Но я не лукавя хочу сказать, что Саровская городская организация у нас одна из самых активных, результативных, творческих организаций. Общественная организация отставит права и интересы советского поколения детей, которые ощутили на себе все тяготы и лишения военных лет. Главная цель – это принятие закона об особом статусе этих пенсионеров, а также материальная поддержка со стороны государства. За семь лет существования общественной организации в Госдуму вносили пять проектов, но на федеральном уровне закон так и не приняли. В 22 регионах приняты местные законы о детях войны, а в 19 тоже законы, которые признают просто статус. Нет денег, я понимаю, да, денег, но статус есть, а это очень важно. Несмотря на то, есть статус или нет, пенсионеры ведут активную общественную работу, участвуют в различных городских мероприятиях и занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Уже два года на базе лицея номер 3 идет совместный проект с департаментом образования «Дети войны, дети победы». На собрании, посвященном пятилетию Саровского отделения, председателю вручили благодарственное письмо главы города. «Держи, можно пожать руку?» «Спасибо, это всем вам, дорогие друзья!» На юбилейном собрании подвели промежуточные итоги деятельности Саровского отделения и наградили памятными подарками активных участников организации. Юные журналисты из студии «Медиастарт» молодежного центра стали лауреатами всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Ребята представили исследовательскую работу, в которой проанализировали, насколько правомерно взимать плату за лифт с жителей первых этажей многоквартирных домов. По итогам конкурса саровчан пригласили на очный этап Всероссийский молодежный форум. Подробности в следующем репортаже. В этом году на конкурсе «Моя законотворческая инициатива» наш город представляли воспитанники молодежного центра Никита Михалев и Максим Козлов. Тема, поднятая ребятами, касалась платы за лифт в многоквартирном доме. С 1 января в нашем городе платить за него стали и те, кто им не пользуется – жители первых этажей. Это вызвало большой резонанс среди жителей нашего города. Инициативная группа горожан обратилась с письмом в городскую думу города Сарова. Об этом нам рассказал депутат городской думы Антон Сергеевич Ульянов. И нам стала интересная тема, и мы решили подробнее ее разобрать, подняли конкретные вопросы и нашли пути ее решения. Вместе с саровчанами за победу боролись ученики спецшкол, студенты колледжей и вузов со всех уголков нашей страны. Их законотворческие инициативы оценивали доктора и кандидаты наук, юристы и кадровые офицеры. Они внимательно нас выслушали, предложили, как нашу работу воплотить в жизнь, что нам лучше сделать для этого. Помимо знаний в сфере законодательства, ребята приобрели практические навыки, которые пригодятся им в дальнейшей работе. Данная тема, хотя она и носит чисто исследовательский характер, но она объединила в себе разные этапы работы. Это было и конкретное общение с живыми людьми, это было анкетирование, это были соцопросы. По итогу мощного этапа ребята получили дипломы второй степени. Их проект вошел в сборник тезисов работ участников конкурса «Моя законотворческая инициатива». Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин